МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Персональный акцент. Осень 2018-го завершает очередной парламентский четырехлетний цикл под занавес, а это уже стало традицией. Парламентское большинство приготовило немало сюрпризов. От нового парламентского кодекса до языковой сегрегации. Четыре года прошло, но, как следует из сухих цифр, даже доступной статистики, уходящий парламент так и не стал парламентом шансов. А точнее, стал, но исключительно для депутатов парламентского большинства. Граждане Молдовы как уезжали из страны, так и уезжают, более того, с удвоенным рвением. И, тем не менее, мы наблюдаем, что противостояние парламентской оппозиции и правящего продемократического большинства входит в решающую стадию. Итак, что происходит на парламентской площадке? К чему следует гражданам страны быть готовым? Разобраться в происходящем нам поможет депутат от партии социалистов Владимир Цуркан. Здравствуйте! Здравствуйте! Владимир Иванович, в четверг практически под занавес работы парламента в тот день в первом чтении был принят проект демократов, так называемый Кодекс парламентских правил и процедур. Документ фактически устанавливает правила игры для депутатов парламента, следующая созыва, который будет избран уже 24 февраля 2019 года. Фракция партии социалистов подвергла резкой критике этот документ. И, несомненно, это оправдано, потому что вызвало даже у тех, кто наблюдает за работой сегодняшних парламентариев, вызвало немало вопросов, почему именно сейчас необходимо устанавливает какие-то новые правила. Причем сами правила вызывают достаточно, знаете, какое-то большое, нескрываемое любопытство. Может появиться парламентская констебля, которая будет следить за состоянием одежды депутатов, за этикой их поведения. Хотя, в принципе, мы же ведь всегда голосуем за людей, ну, знаете, и каким-то моральным, этическим точкам, то есть с точки зрения обладающим уровнем культуры. И говорить о том, что надо приходить в каком-то виде на рабочее место в парламент, напоминать это узаконенным парламентом документы, то есть как-то вызывает, ну, по меньшей мере, вот улыбку. Да, документ, конечно, скажем, более чем интересный с точки зрения возможности его критиковать, что самое удивительное. Но давайте начнем так. Обычно говорят, есть бочка меда с ложкой дегтя, а я бы здесь сказал, все-таки есть бочка с дегтем, и только маленькая ложка с медом. Начнем с меда, да, чтобы понять, что и на контрастах. Ну, во-первых, мое мнение, учитывая определенный опыт работы в парламенте, конечно, нынешний регламент, так сегодня называется этот закон, который регламентирует деятельность парламента, и, кстати говоря, он так назван и в Конституции, что деятельность, структура и деятельность парламента регулируется регламентом. Но дело не в названии, дело в сути. Конечно, целый ряд норм требовали определенных уточнений, дополнений, изменений даже, потому что парламентская практика, она отработала, то есть появились определенные правила, традиции, обычаи парламентские, которые необходимо отфиксировать в этом законодательном акте. Поэтому, по сути своей, как идея, реализация необходимости этой идеи, она существует действительно. Вопрос в другом, то, о чем в самом начале вы сказали, и мы об этом, критикуя этот документ, прежде всего и сказали. Я, например, сказал так, ну вот посмотрите, значит, есть такое известное, неписанное правило, обычаи, традиция, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Что имелось в виду, устав это вот этот закон, а чужой монастырь, я им сказал, говорю, для вас многих этот парламент будет уже чужим монастырем. Чего вы сейчас изобретаете? То, что, по идее, должны, основываясь на опыте предыдущих парламентах, сами депутаты в новом составе. Другое дело, если бы этот документ появился, скажем, ну, в начале этого года, который бы прошел, действительно, апробирование через мнение и депутатов, и, кстати говоря, того же гражданского общества. Я вчера буквально получил обращение от группы ОНДЖЕ, неправительственных организаций, которые просят нас, не допустите, чтобы этот документ без широкого обсуждения, в том числе в гражданском обществе, был принят. Вот эта вот спешка, кто-то вчера сказал, что она, спешка нужна при ловле блох, и когда ворует уголь. Вот я не знаю, что здесь больше могло бы подойти в этом случае. Ловля или воровство. Да, да, да. Ну, когда вот читаешь уже сам документ, и тут перейдем уже к дегтю, вот, начинаешь понимать, что это не случайно, и это не столько дань необходимости, сколько желание кое-какие вещи забить, что называется там в законе, поставить перед фактом будущий парламент, а, мол, потом вы мучаетесь, как из этой ситуации выйти. Начнем с самого начала. Собирается вновь избранный парламент. Вести заседание по-новому. По традиции сложившееся должен, да. Должен предыдущий представитель парламента. Это уже по-новому регламенту. По-новому регламенту. С чего вдруг? В действующем парламенте. Чтобы не забыли. Зафиксировано, да. Чтобы не забыли, значит, образ, потому что придется, наверное, забыть этот образ. Извините, перебью. А если он уже не прошел ни по каким спискам? Да, вот там дальше написано. А вот если он не будет депутатом парламента, то тогда самый старший по возрасту депутат. Но у нас сегодня вот это понятие, что заседание, которое первое заседание парламента ведет, самый возрастной депутат. Было предложение, которому ассистирует самый молодой депутат. Очень неплохое. Очень красивое традиционное. Красивое предложение. Красивый тандем был бы. Оно есть сегодня действующее. И это причем не наше ноу-хау молдавское. Это традиции абсолютного большинства парламентов. Что открытие осуществляется самым старшим по возрасту депутатом. Нет, надо, значит, хотя бы на пять минут снова кого-то вернуть в кресло председательствующего этим заседаниям. Не хватило четырех лет славы. Да, да, да. И вот отсюда начинаются остальные все моменты, связанные с тем, что все это делается в угоду кому-то. Понятно, в угоду кому. И об этом тоже вчера мы открыто сказали. Вы что, собираетесь, значит, это все делать? Ну, будет фотография в любом случае человека висеть, что да, был представителем парламента. Как и другие предыдущие представители парламента. Это одно ноу-хау, которое абсолютно не соответствует ни логике, ни разуму, да и парламентским традициям международным. Или вот другой момент, который связан, допустим, с порядком создания фракции. Фактически попытка узаконить вот этот самый, значит, переход из одной фракции в другую. А именно предусмотрено, что, значит, на следующем заседании можно уже объявлять о том, что человек вдруг решил от одной фракции перейти к другую. То есть, опять же, типа дают посыл. Вот вы смотрите, мы вам такую возможность создаем. Есть и другие. Я думаю, мы по ходу можем это обсудить. Но, в принципе, из таких наиболее кричащих с точки зрения чисто процедурных вещей, а потом по сути, явно неконституционные положения есть. Вот еще одно из процедурных, допустим, сегодняшний регламент четко предусматривает. Работа секретариата парламента осуществляется на двух языках. Государственном и русском, как языке международного общения. То есть, документы переводятся и на русский язык. Осуществляется перевод и на русском языке. Значит, человек может говорить и на русском языке. И принятые законы тоже, они на государственном языке и дублируются на русском языке. В проекте предусмотрено не только, причем написано на румынском языке. Хотя, статью 13 Конституции они так и не смогли изменить. Это уже первое неконституционное положение. Но, более того, оно фактически нарушает права представителей национальных меньшинств. Да, многие говорят, ну, они должны давно были уже изучить языки и так далее, и так далее. Хорошо. Это не вина человека. Это, может быть, его в какой-то степени беда, что он недостаточно хорошо знает государственный язык. Но это в том числе и вина государства, потому что государство не создало на протяжении всего этого периода времени, начиная с 89-го года, когда был принят закон о функционировании языков, не создало условий, которые бы помогли, способствовали тому, чтобы человек, не знающий государственного языка, смог изучить. Начиная с детского сада, кстати говоря. Ведь уровень преподавания в школах государственного языка, в школах, где преподавание ведется на другом языке, ниже низшего предела, и это признано самим министерством образования. Кстати говоря, появилась еще параллельно, как бы, еще одна инициатива либеральной партии о том, что вообще обязательное требование к кандидату в депутаты парламента будущего, обязательное знание, значит, опять же, румынского языка. То есть, это все не случайно. Это все не случайно. Но давайте поговорим и о других вещах, которые у нас лично вызвали вопросы о конституционности этого закона. Ну, начнем для начала с ограничением права на законодательную инициативу. В новом проекте предусмотрено, что юридическое управление имеет право давать оценку о допустимости включения того или иного проекта закона в законодательную процедуру. То есть, я, как депутат, имею право на законодательную инициативу, а юридическое управление может сказать, что нет, мы считаем, что эта законодательная инициатива не может быть допустима к тому, чтобы она была рассмотрена. И я, когда задал этот вопрос, это что за ноу-хау? И почему это чиновник юридического управления, который находится в подчинении, сегодня это так, и сегодня эта практика существует, находится в подчинении конкретной политической силы, и он, конечно же, чтобы не потерять работу, будет давать удобные для них заключения. Что произошло, допустим, я этот пример привел, с законом о функционировании языков после решения Конституционного суда? Мы, когда попытались внести изменения в этот закон в силу того, что часть положений, по мнению Конституционного суда, правильное мнение в этой части, оно устарело. Название государства, название целого ряда органов управления государственной власти, наименование даже судов, потому что раньше были арбитражи, сейчас уже нет арбитража и так далее, и так далее. Мы предложили внести эти изменения, чтобы его актуализировать, этот закон. Канду запросил мнение юридического управления, и те сказали, ну раз Конституционный суд признал этот закон устаревшим, то его не существует. Я господину Канду сказал, в ответ говорю, господину Канду, вы же недавно совершенно, неделю тому назад говорили о том, что нет, это не так, закон существует, просто он устаревший, надо внести изменения. На что он ответил с достаточной долей цинизма, ну ошибся. Вот и все. Вот таким образом... То есть каждый раз надо задавать вопросом, когда же он был прав, и когда он не ошибался. Ну, и вот этим самым, это еще одно просто конкретное подтверждение того, что заключение чиновника может не допустить законодательную инициативу, предусмотренную Конституцией, право на это. Значит, депутата не допустит включения этого проекта закона в рассмотрение парламента. Но есть одно положение, которое, ну, просто выходит за рамки вообще всего. Этот закон по принципу должен рекламентировать деятельность парламента. А в него включены положения, касаемые процедуры объявления и реализации ситуации с вакансией функции президента. Или регламентация процедуры временного отстранения президента. Ну, это вообще, значит, более чем... Вот они хотят таким образом фактически узурпировать власть, надеясь на то, что у них это получится. И типа того, что вот они сейчас это проголосуют, именно поэтому это спешка. И это будет, хоть на несколько месяцев, но будет существовать, как законодательный акт. И еще больше лимитировать возможности и полномочия президента. Там, допустим, предусмотрено, что для временного отстранения президента даже не требуется, так указано в этом новом законе, проекте, не требуется даже заключение конституционного суда. И это может произойти по распоряжению председателя парламента. То есть распоряжением председателя парламента без заключения конституционного суда, в соответствии с этим проектом, можно временно отстранить президента. Ну, это просто уже абсурд до невозможности. Не сложно смотреть. И нарушение грубейшее нарушение Конституции. Поэтому мы, конечно, против этого закона категорически возражали, дали ему соответствующую оценку и правовую, и политическую. Сегодня Канду заявил, кстати говоря, что этот проект закона в обязательном порядке на следующей неделе будет проголосован во втором чтении. Опять же, абсурд. Объясню, почему. Окей, проголосуют его в четверг или в пятницу. У них есть голоса. Для этого большинство есть. Проголосуют. Направят президенту на промульгацию. Естественно, при наличии вот этих явных грубых нарушений Конституции, президент будет иметь полное право не промульгировать этот закон. Вернет его назад в парламент. А парламент в это время уже, в середине декабря, просто не будет иметь право пересматривать этот закон, учитывая мнение президента. Потому что он уже не будет иметь право рассматривать органические законы. Тогда кому это нужно? Это чехарда, это игра, это шоу политическое. Ну, видимо, только для того, чтобы, ну, в карте есть такое выражение, блефовать. Вот это вот самый настоящий политический блеф. То есть, вот нетрудно предположить, желаемый для них сценарий первого заседания парламента, уже грядущего созыва. То есть, имеется в виду, вот представьте себе в этих условиях, что может натворить ушедший, но на один день пришедший спикер. Ну, я думаю, что этого не произойдет. Не то, что думаю, я уверен, этого не произойдет. Вот. Но в любом случае, конечно, все наши аргументы и так далее, мы представим в том числе и президенту. Я уверен, что он, абсолютное большинство, примет во внимание. И даже если они проголосуют во втором чтении, вернет этот закон назад в парламент. И так он будет там лежать до избрания нового парламента. А новый парламент, конечно, будет другой. Другая политическая структура. Я уверен, что, значит, большинство будет уже принадлежать не демократам и с их приспешниками, а большинство будет у нас. И, конечно же, мы всю шелуху эту выбросим из этого проекта и предложим другой, прагматичный, юридически выдержанный, конституционно соответствующий новый проект закона, регламентирующий деятельность парламента, который, кстати говоря, будет предусматривать, я уверен, в том числе и вот этого констабеля, потому что, в принципе, это также практика других парламентов. Человек, который нарушает правила поведения в самом парламенте, он предупреждается, и эту функцию должен кто-то осуществить, в том числе оформляется соответствующим образом. То есть все это мы пропишем в соответствии с традициями, кстати говоря, европейскими традициями, которые тут существуют в других парламентах. Вот возникает такой вопрос. Каждый раз, когда парламентское большинство выдвигало те или иные инициативы, всегда звучали некие такие мантры. Это продиктовано соглашением, подписанным в 2014 году. Это продиктовано, например, экспертной оценкой еще какого-то там суда по правам человека, либо еще какой-либо европейской организации. Либо конституционного суда. А вот здесь была какая-то мантра при предоставлении авторами этого законопроекта. Нет, никто абсолютно не говорил об этом, не требовал этого, не предлагал этого. Это чисто продукт, я повторюсь, сами по себе изменения в действующий регламент, конечно, они нужны. Но вот такое изложение, такая форма, которая была предложена, явно говорит о том, что это не что иное, как попытка узурпировать власть и парламентскую, и максимально, на примере, о котором я уже показал, рассказал, максимально ограничить в том числе и президента. Свести, значит, его полномочия. Кстати, там еще одно положение интересное касаемо прав президента. Они говорят о том, что в этом новом проекте закона, что, может быть, даже и не создано правящее большинство. Вот это особенность какая-то. Абсолютно молодостатого. Но если нет правящего большинства, как можно осуществлять власть? То есть какая-то одна фракция берет на себя обязательства и говорит, мы власть. Нет, потому что временные какие-то сиюминутные соглашения. И в этом случае, они говорят, президент после консультации с фракциями обязан выдвинуть кандидатуру премьер-министра. Хорошо. Пять фракций, пять кандидатов? Пять кабинетов? Они могут предложить типа того, ну вот какое-то будет между ними там, может быть, временное соглашение, и предложить. Конституционный суд прямо и четко сказал, это ситуация, которая была у Тимофти, когда ему навязали сначала Плохотнюка, а потом в конечном итоге уломали на Филиппа. Конституционный суд тогда принял решение. Раз ты избран парламентом, парламентским большинством, то ты обязан внести кандидатуру, которая предложена парламентским большинством. Но дальше, через запятую, Конституционный суд отметил. Другая ситуация в случае, когда президент не избирается парламентом, а избирается всенародно. Читай, открывай скобки. Это означает, что президент консультируется с фракциями, но он может выдвинуть и другую кандидатуру, если посчитать, что кандидатура, которую предлагают эти фракции, неподходящая, непригодная для того, чтобы этот человек был выдвинут на должность премьер-министра. Ну, видите, спикер парламента сделал такую подсказку, возможно, даже в адрес Конституционного суда, когда вдруг они пересмотрят свое заключение и скажут, как Адриан Кандун, ну, ошибался. Да. Знаете, как? Ну, у нас, конечно, к сожалению, с нашим конституционным судом все может произойти. Да. Достаточно много шума было на этой неделе вокруг проекта либеральной партии, когда говорилось о том, что он предусматривает баллотирование в парламент. Вот баллотироваться могут только те кандидаты, которые вспоминали об этом, которые в совершенстве знают румынский язык. Вот возникает вопрос, а кто будет принимать экзамен? Опять же, кто экзаменационная комиссия? Это какие-то секретари в парламенте? Или нужно принести специальную справку об окончании, не знаю, каких-то там хай-левел курсов? Да, нет, ну, конечно же, это предложение, ну, это как бы последние конвульсивные попытки либеральной партии привлечь к себе внимание. Но, интересно, да, мы до этого с вами говорили о том, что, значит, дело производства в парламенте по проекту демократов должно осуществляться на румынском языке. То есть, тут, читай, другое. Оказывается, демократы далеко не такие демократы. То есть, кто кому резонирует? Более того, они далеко не такие про Молдову. Более того, они явно прорумынско настроенные, прорумынско настроенные. И это не только потому, что Константин Канду был в Бухаресте и, образно говоря, танцевал хору у Нири вместе с сенаторами из Бухареста по поводу столетия объединения или создания в Великой Румынии. Ведь это конкретные действия, в том числе и через это предложение проглядывается. Но вернемся к инициативе либералов. Оно является тоже, это предложение, неконституционным, потому что ограничивает право гражданина Молдовы вне зависимости от национальности, вне зависимости от расы, пола, цвета кожи, вероисповедания и в том числе вне зависимости от того, знает он язык или нет, право быть избранным. Точка. Я уже не говорю о том, что нарушает явно и права, в том числе и национальных меньшинств. А ведь Молдова является участником, ратифицировала рамочную конвенцию о правах лиц, принадлежащих национальным меньшинствам. И там этого нет. Там это не предусмотрено. Наоборот, эта конвенция обязывает Молдову, как государство, которое тоже подписант этой конвенции соблюдать права национальных меньшинств. Кстати, в этом контексте у меня было несколько инициатив, которую вчера отвергли. Инициатива по поводу предоставления возможности человеку иметь отчество во внутреннем документе. Водостоверение личности. Да, водостоверение личности не в паспорте для поездок, а водостоверение личности. То, что, кстати, в Молдове было практически 18 лет. В законодательстве уже в Молдове суверенной и независимой. В конце 2013 года вдруг исключили это положение. Я вчера говорил, дорогие мои, у всех почти народов есть такое правило, когда знакомишься с человеком, не только спрашиваешь, как твоя фамилия и как тебя зовут. Ну и вопрос такой, ты чей? Рода какого ты? И это обычаи, традиции, идущие из веков. То есть ты говоришь с гордостью, а вот отец мой вот такой, вот отец мой Иван. Я не просто Владимир, да, Цуркан, а Владимир Иванович. Цурканов Владимир, кстати говоря, несколько десятков тысяч в Молдове. А я вот хотел бы сохранить, допустим, отчество. Поэтому суд моей инициативы была очень простая. Не выделяя, что это там русские, нерусские, русскоязычные или какие, любой человек, желая это, это и по его желанию, чтобы в его устремлении личности было прописано отчество, он может об этом написать заявление. Ему это прописывает. Причем с соблюдением лингвистических норм языка в зависимости от принадлежности этого человека к соответствующей национальности. На русском языке, на русском Иванович, на молдавском и он, Цуркан, Владимир и он, на азербайджанском, украинском и так далее, и так далее, с учетом правописания лингвистического этого, этой национальности. В чем эта неправильность? Вчера большинство правящих отвергло инициативу. Но с другой стороны, я об этом хотел сказать, статья 11 этой самой конвенции, которую подписала Молдова и ратифицировала, четко предусматривает, что государство, подписант этой конвенции, обязуется обеспечить соблюдение права представителя национального меньшинства на отчество. И в неоднократных... Не двухсмысленно, а точно указано. Я это вчера привел, как пример, зачитал на заседании парламента, когда представлял эту инициативу. Я уже не говорю, смотрите, каким бы это образом еще один посыл доброй воли был бы для преднестровцев. Потому что там все люди, которые там есть, их там почти 230 плюс-минус тысяч граждан Молдовы. И вот они бы свой внутренний документ гражданина Молдовы могли бы с сохранением отчества. А сегодня у них этого нет. Они этим тоже возмущаются. Это тоже отторжение вызывает, честно говоря, у людей от получения этого документа. В данном случае ссылка на конвенцию международную и так далее, не берется во внимание. А вот то, о чем вы сказали перед этим, что любили ссылаться на соглашение, подписанное о Евросоюзе, и так далее, вот тогда это бралось. То есть, вот такой вот двойной стандарт подхода к обязательству международной Молдовы, я думаю, это тоже еще один из факторов, который повлиял на принятие соответствующего решения уже бывших партнеров нынешнего правящего большинства европейских, на то, чтобы они им просто обрезали финансирование и сказали, пока не будут соблюдаться принципы демократии, мы не получите никакого финансирования. А это вчерашнее голосование или этот проект закона, о котором мы говорим, регламентом. Вопиющее поправление. Да, это вопиющее нарушение принципа демократических. Вот еще одна тема, которую хотелось бы с вами обсудить. Внезапная отставка главы Нацбанка. Знаете, уже начали выдвигать разные конспирологические версии. Что, на ваш взгляд, это точка в расследовании кражи века или действительно какая-то есть конспирология в этом решении господина Чокли покинуть пост губернатора Нацбанка? Понимаете, конечно, фигура губернатора национального банка это ключевая фигура в любом государстве. В руках этого человека находится банковская система это кровеносные сосуды всего государственного организма. И будем так считать, что национальный банк это то самое сердце экономики и финансов, которое пульсирует и гонит эту вот кровь финансов, которые оздоравливают экономику, позволяют экономике жить, процветать и так далее. человек два года тому назад был назначен на эту должность. Сказать, что он что-то многое сделал, как сейчас говорят, ну, я не специалист, конечно, в этой сфере, но к тому времени, когда он пришел, был назначен, уже началось, как бы, уже привыкли к тому, что украли, к сожалению, привыкли, уже привыкли к тому, что, значит, курс провалился, что он еще мог сделать, но, оказывается, и сегодня эксперты, которых я считаю действительно экспертами, ну, прежде всего, мой коллега Головатюк Владимир Иванович, он четко сказал, что, товарищи, нас ожидают еще очень большие неприятные сюрпризы в банковской системе, и то, что сделал, допустим, уже бывший, да, президент Насбанка, он методами искусственного механизма, искусственного давления, значит, надбанковской системы фактически исказил, я считаю, то, что является действительно уровнем инфляции. Инфляция сегодня гораздо больше, гораздо больше, чем та, которая не сегодня так радуется. Смотрите, как у нас стало хорошо. Может быть, вам и стало хорошо, но вы обратитесь к народу, спросите народу, стало ли им хорошо или нет. Ну, это первое такое общего рода. Для меня лично странно, скажу вам честно. Человек, который получает огромную заработную плату, человек, который только начал деятельность на этом посту, вдруг перед выборами, вдруг решил уйти. Да, он написал заявление по личным обстоятельствам, ну, не знаю, там, семейные или, ну, личные обстоятельства. Странно. Для меня лично это очень странно. Я думаю, что имеет право на жизнь версия, а может быть, он чего-то боится. Может быть, он отказался что-то делать, и поэтому зачем ему потом за это отвечать, а не проще ли уйти? Да, несмотря на это большую зарплату. Не так, как Драгуцан ушел, он должен был уйти не почетно, получив сотни тысяч лей за почетную отставку Драгуцан, бывший, а сесть на скамью подсудимых, фактически. Значит, тогда спасли Драгуцана, а здесь господин Чокля решил сам себя спасти и вовремя уйти. Мое понимание, что он просто решил для себя лучше вовремя уйти, чем потом быть Не становиться участником каких-то непонятных пока сегодня процессов. Посмотрим, потому что те покупки контрольных пакетов акций Виктория Банк, Молд Агроин Банк, и вот сейчас готовится очередная сделка по Молдингом Банку, очень сомнительные, очень сомнительные сделки. Владимир Иванович, на этой неделе парламент отказался рассматривать еще одну инициативу партии социалистов. В частности, эта инициатива касалась опять же русского языка, но на инструкциях медицинских препаратов, лекарств. И в общем-то то, что как вам сказать, трудно прочитать всегда мелко написано, но в то же время, когда написано например, мы знаем прекрасно, что главными потребителями лекарств, конечно, тотально, это люди третьего возраста, это пенсионеры, и часто многие из них в силу обстоятельств не сумели выучить молдавский язык в латинской графике, и еще когда мелко написано, то для них это, не знаю, Да, вы знаете, это тоже была моя инициатива законодательная, которая предусматривает. Она пока еще не отвергнута, но вчера большинство решило не включать ее в повестку дня для рассмотрения. Она очень простая. сегодня законодательство предусматривает, что надписи на упаковке и инструкции должны быть на молдавском, так записано в законе, на молдавском и русском, или на молдавском, точнее, на молдавском или русском языке. мы решили внести точность и ясность, потому что вот это вот или дает возможность лавировать. Но вы правы, потому что сегодня в первую очередь реальные, наиболее часто, частые покупатели, потребители лекарств, они не имеют возможности. Кстати говоря, даже знающий государственный язык. Нам приходится работать, встречаться с людьми, в том числе наши газеты распространяем. Иногда люди спрашивают, в молдавских селах говорят, знаете что, а у вас есть газета на кириллице? Люди этого возраста очень плохо читают на латинице. Но это опять же, это не их вина, а при таких подходах, как сегодня, только на государственном языке, допустим, даже, значит, приложение к этому лекарству, это, конечно, ставит под угрозу их жизнь, их здоровье. Поэтому мы предложили, чтобы убрать или, а четко написать, на государственном и русском языках. Причем, это прежде всего касается именно лекарств, которые произведены здесь, в Молдове. Правительство, кстати говоря, дало отрицательное заключение, но внимание, почему? Они считают, что это может каким-то образом повлечь, принести ущерб экономическим интересам экономических агентов, которые распространяют эти лекарства. Да не станет дороже лекарства. Эти экономические агенты имеют достаточную прибыль, чтобы предусмотреть несколько там бонус дополнительных затрат на перевод. Имеют. И правительство это может отрегулировать. Не хотят этого делать, а в результате страдают сами люди. Я представлял этот проект закона на профильной комиссии. И, кстати говоря, даже некоторые представители правящего большинства, работники, врачи, они согласились с моими доводами. Дорогие мои, ведь сегодня рецепты, которые заполняет, пишет врач от руки, где указано лекарство такое, значит, так-то его принять. Иногда сам врач не может прочесть то, что он написал. Всем известно, что почерк врача своеобразная почерка. Это первое. Второе. Врач может прописать одно лекарство, а в аптеке нет этого, а есть только аналог. И аптека прилагает аналог. А что это такое? В какой степени противопоказания соответствуют или нет? Этот человек может только прочесть инструкцию и понять, уловить это. К сожалению, вот интересы здоровья и жизни гражданина, положив на весы и интерес экономический, экономического агента, который распространяет, продает эти лекарства, правительство взвесило и решило, да нет, интересы гражданина это ничто по сравнению с финансовыми затратами, определенными, мелочными экономического агента. Вот, что в результате у нас произошло. Еще такой вопрос. В партии социалистов было отказано, так сказать, в проведении слушаний с участием Кирилла Габорича. Ваша фракция выступала с требованием, чтобы он представил отчет по поводу выставленных на приватизацию государственных учреждений. Как вы думаете, почему вдруг правище парламентское большинство решило, что не время сегодня Кириллу Габоричу рассказывать об этих тайнах мадридского двора? Я думаю, они так решили по одной простой причине. Не время, потому что они не хотят, чтобы мы приостановили подготовку к приватизации других объектов. Ведь сегодня на повестке дня Молтелеком железная дорога. Это серьезнейшие, это стратегические объекты. Стратегические объекты. Ну, про другие я уже там не говорю, а это уже мелочь. Там, конячный завод, табачный там и прочее, прочее. Это мелочь по сравнению с этими. Я думаю, что с этим связано. Ведь сегодня, вот смотрите, результат приватизации Ермолдовы. Я не Оракул, но вы увидите, что произойдет через месяц-другой. Те, кто пришли, якобы, которых заставили купить, этот контрольный пакет, мы вам создаем условия, только сегодня поняли в результате проведенного действительного аудита, а что из себя сегодня представляет это предприятие. Они только сегодня поняли, что его действительно сознательно банкротили. И здесь могут быть два варианта. А, либо украденные деньги, с того миллиарда, вернуть, типа, какие-то инвестиции в эту компанию и таким образом их отмыть и узаконить. Я думаю, что это прежде всего в этом задача и цель этой приватизации. И эти люди, которые ширмой являются, которые сегодня якобы купили этот пакет, они просто уступят эти долги и так далее, и кто-то придет и скажет, ну вот я такой богатый инвестор и так далее. А мы сегодня, кстати говоря, рассматривая бюджет на будущий год. Кстати, тоже один из вопросов Я сегодня поставил вопрос министру финансов. Вот вы в прошлый раз, когда я вам задал вопрос, были не готовы ответить. Ответьте мне сегодня. Вы можете мне назвать, какова сумма предусмотрена в бюджете на будущий год для того, чтобы обслужить те ценные бумаги, которые были изданы для того, чтобы закрыть дыру от украденного миллиарда? Вы знаете, что он мне ответил? Он говорит, да, я сегодня готов. Я говорю, давайте. В принципе, это будет 830 миллионов лей предусмотрено на будущий год из бюджета страны оплатить Национальному банку за то, что банк выдал в то время по гарантии правительства кредиты для погашения, точнее, закрытия дыр от кражи миллиарда. Мы тогда говорили о том, что это все ляжет на плечи граждан, и граждане будут возвращать этот миллиард. Да нет, говорят, не будет этого. А вот вам реальный пример. 830 миллионов лей, вместо того, чтобы они пошли на инвестиции, на дороги, реально на дороги, на повышение реальной заработной платы, пенсии и так далее, и так далее, они сегодня уйдут на то, чтобы погасить кражу. Кстати, я спросил в этом случае, а сколько в этом году вы уже готовы заплатить? А в этом году чуть более 700 миллионов лей. Получается, сумма растет, скажем, проценты. Это не возвращение того, что называется основное тело этих бумаг. А когда я его спросил, а сколько реально вернули от тех, кто привлечен к ответственности, он мне назвал, знаете, какую сумму? За все эти годы, сколько идет расследование, так называемое расследование с 14-го, ну, точнее, расследование началось раньше даже. Практически за 4 года расследования утвердили целую стратегию по возврату украденного миллиарда, а вчера или позавчера, он говорит, наконец-то поступили 450 миллионов лей от реализации имущества тех лиц, которые осуждены. В процентах посчитайте, украли 14, ну, 13 с небольшим миллиардов лей, 450 это где-то на уровне 3 процентов. Вот вам реально, на что я в связи с этим я ему еще раз обратил внимание. Вот видите, как работает наша вся государственная машина. Человек, которому вменили как участие в краже 5 миллиардов, известная личность господин Шор, ничего не вернул, не осужден до сих пор. Гуляет по всей стране и покупает, пытается купить души, ума и сердца людей, которые сегодня бедствуют. И тратит на это, откуда деньги? Даже не хотят об этом выяснять. Владимир Иванович, вопрос, в общем-то, у меня еще достаточно много времени не осталось. И хотелось бы с вами еще поговорить о многом. Ну, буквально давайте, если позволим себе такую роскошь, две минуты с вами пообщаться. Понятно, ситуация в парламенте еще требует прикладывания больших усилий того, чтобы изменить. Я надеюсь, что в грядущем парламентском большинстве мы увидим партию социалистов. И тогда вот эта надежда или вот будем говорить увидеть, как этот механизм будет разворачиваться в обратную сторону. И когда мы начнем жить, знаете, со знаком плюс, они все время смотрят статистику со знаком минус. 114 человек ежедневно навсегда уезжают из страны. И это ведь, в общем-то, потенциальные наши с вами, знаете, как вам сказать, не просто избиратели, это ведь доноры государства. Это люди, которые, в общем-то, составляют государство. Да, реально работающий, реальный потенциал, ядро. Именно об этих людях, кстати, и говорил наш президент, выступая на трибуне Государственной Думы в Федеральном Собрании Российской Федерации, говорил о том, что сейчас очень много делается и со стороны Российской Федерации, благодаря договоренностям двух президентов, президента Молдовы, президента России, для того, чтобы проводить определенные миграционные амнистии для людей, попавших, в общем-то, где-то, наверное, не знающие, так сказать, полноценно законодательства Российской Федерации и вот по ком-то незнанию попавшие в те или иные обстоятельства. Ну вот, в целом, ваша оценка визита Игоря Николаевича Дадона в Россию и его выступления в Государственной Думе? Да, я имел такую возможность, счастливую, прямо скажем, возможность быть сейчас в составе делегации, которая не просто присутствовала на заседании Государственной Думы, когда выступал наш президент, но и в том числе Государственная Дума поприветствовала сам факт и нашего присутствия. Хочу вам сказать, что первое, во-первых, я испытывал гордость за президента, гордость за то выступление, которое он там сделал. Это было искреннее, абсолютно искреннее, абсолютно прагматичное и абсолютно понятное выступление, понятное и для Востока, и для Запада. Абсолютно. Было сказано, что Молдова имеет свои национальные интересы. И мы хотим их реализовать. И в связи с этим мы не хотим дружить против кого-то, будь то против России или против кого-то другого. Мы хотим дружить для того, чтобы мы смогли реализовать национальный наш интерес. И именно это позволит нам в конечном итоге в том числе и объединить страну, консолидировать страну и действительно стать на путь развития нашего государства как действительно суверенного, самостоятельного, нейтрального, что было несколько раз подчеркнуто государство. И поэтому привлекательного для всех и для Востока, и для Запада. Хочу вам сказать, я многих депутатов Госдумы знаю, в силу того, что был и послом, и общаемся с ними. Они обратили внимание на одну деталь, которая, может быть, для нашего зрителя, для наших оппонентов не очень известна. так вот, я хочу сказать, выступали в Госдуме и другие представители других государств, других государств, но они отметили сами, депутаты Государственной Думы, что когда выступает президент Путин, да, это протокольная часть, встают, значит, если это приветствуют и аплодисменты. Но сколько раз прерывалось аплодисментами выступление Игоря Додона и то, как они его встретили и как проводили его, говорят о том, что это выступление, это очень серьезный шаг для того, чтобы все те договоренности, которые были достигнуты в ходе официального визита Игоря Николаевича в Россию, действительно получили и правовую поддержку на Думе Государственной Думы. И та возможность для наших людей, которые работают сегодня в России, получить возможность как бы своего рода амнистию предыдущих нарушений миграционного законодательства, начиная с 1 января, получить такую возможность, это очень серьезный шаг, жест доброго воли со стороны России, который может быть реализован в том числе и через соответствующее решение Государственной Думы. Я уверен, что после этого визита это решение не только будет принято, оно и будет реализовано. И, кстати говоря, Игорь Николаевич еще не вернулся по одной простой причине. Он сейчас будет проводить в том числе и встречи с нашими диаспорами и в Москве, и в Санкт-Петербурге, где фактически они сегодня сосредоточены. И он эту информацию естественно доведет им для сведения. И я обращаюсь в том числе и к родственникам тех лиц, которые сегодня находятся в Российской Федерации в частности. Расскажите им об этом, что благодаря усилиям президента страны Российская Федерация пошла навстречу и ограничения, которые были не только по 26, но и по 27 миграционного законодательства Российской Федерации будут сняты начиная с 1 января. И поэтому они сегодня имеют возможность прибыть в Молдову, зафиксировать сам факт, что они значит, то есть легализовать свое нынешнее присутствие. Сегодня сотни, к сожалению, тысяч людей находятся там нелегально, боясь вернуться. Вот у них сейчас будет возможность вернуться и затем назад, вернувшись на работу, они начнут с чистого листа свое пребывание в Российской Федерации. Конечно, желательно, чтобы они вернулись к дню выборов. Это не означает, что они все проголосуют за партию социалистов, кстати говоря. Мы это прекрасно понимаем. И мы это делаем не столько и не только для того, чтобы вы приехали и проголосовали за партию социалистов. Мы делаем для того, чтобы ваши права были защищены и защищены благодаря усилиям президента. Владимир Иванович, спасибо большое. С вами всегда интересно говорить. Помните, в советское время было такое общество знания, лекторы, которого говорили очень интересные вещи. Всегда было интересно находиться на этих лекциях. Вот здание этого общества разрушено. Сегодня на улице Букареш, там останки. Практически я там бывал, и я хочу сказать, что очень интересные люди собирались. нас тоже получается в наших эфирах организовывать такие встречи. И я уверен, что именно сегодня именно такая. Будем с удовольствием вас приглашать. Спасибо. Спасибо за приглашение и всем самого доброго. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был депутат парламента партии социалистов Владимир Цуркан. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин